Я рассмотрю сейчас потребительское общество как прототип. То есть это не является DAO, но является таким автономным. Предположим, есть комьюнити людей, там 10-20 тысяч человек. Они локально или не совсем локально, в общем, они в сообществе. Все нормально, 20 минут уже говорят. Да, там 27 минут. Каждый из них что-то производит, какой-то продукт, товар или услугу. Терминология. Продуктом я называю товар или услугу. Так вот. Обмениваясь между собой, они создают записи. Это P2P взаимодействие. То есть человек-человек. И не спрещают. То есть они через систему, через юридическое лицо создают взаимодействие. Один передал, допустим, деньги, рубли, другой передал товар. Прошлась сделка, зафиксировалась. Или один передал товар, другой передал второму товар, третий передал этому товар цепочку из трех звеньев. Тоже замкнулись. Цепочки могут быть длинные. И электронные системы позволяют создавать большие цепочки. То, что мартерные обычные системы позволяют. Самое главное потребительский ход, что это принятие решений. Это голосование. Коллективное принятие, да. Есть то, что, насколько мне известно. Как бы, вот это электронная демократия так называемая. Когда люди голосуют за принятие того или иного решения. Которое им предложили. Голосуем за или против? Вот. Это такая отдельная длинная тема. Но в маленьких локальных сообществах, да, там, 100 человек могут принять адекватное решение. Я так считаю. Ну, правильно. В какой цвет покрасить забор? Зеленый, синий, желтый, красный. Проголосовать, да. Там большинство хотят зеленый, все, красный. Даже если там 30 или 40 процентов не согласны. Ну, в трех раз можно. Да. Но есть более сложные истории, там, допустим, как землю развивать, что построить на земле. Это уже отдельная история. И вот тут вот мы приходим к иерархии. Когда количество людей становится больше десяти, больше десяти человек, принятие решения становится сложным. И тут необходимо делегирование наверх принятия решений. Или делегирование с волей изъявлений. То есть есть некоторая группа людей. При этом один и тот же человек... Старую схему рассказываешь. Есть, наверное, какие-то более совершенные алгоритмы. Я не нашел. Надо искать предложение. Я думаю, что надо искать. Есть. Ну, есть вот это копное право. Давай я вот расскажу, в чем отличие. Копное право, да. Ну, есть копное, там, где человек. Я говорю про личности. То есть у меня есть гипотеза, что человек, это несколько личностей, он может носить несколько масок. Вот. Вот это вот похоже на правду, да. То есть, например, в семье он хороший отец. Ну, он может играть разные роли. Он разные роли однозначно играет. И не одновременно, а... Личности может это еще... На работе круто сказано, да, что менять личность. Ну, переключил, ты сдал другую личность. А вот роли ты можешь спокойно поменять. Ну, как минимум, в разных ситуациях. Смотри, личности тоже. Ну, это одно и то же, в моем понимании. Потому что, ну, личность – это маска, лицо. Ну, понятно. А роль – ну, поведение, роль. Так вот, например, он начальник на работе, да, там. А когда приходит на дачу, то жена составляет его грядки копать. Или там садом лаза устраивая с ним. Не знаю, не знаю. Вот. При этом он хороший рыболов, например, да, и он на рыбалке там. Вот. То есть, он не начальник, да, это другая роль совершенно. Так вот, в разных сообществах... Внутренние психологии, ну да, хорошо. Люди или личности, да, объединяясь между собой, делегируют, выбирают там своё волеизъявление, там, не знаю, как вот. В общем, это демократия. Вот, вот хоть треснет, да, то есть, мы... Это демократия, да. Демократия, да. Этого я даже зазевал, да. Вот. Отличие состоит в том, что мы не выбираем какого-то президента Берклова. Это, блин, полная фигня. Выборщики выбирают. Не могу я адекватно выбрать президента, никогда. Я могу адекватно выбрать, ну вот, мы знакомы, например, там, да, между собой. Я могу выбрать тебя... Оцени. Да, нормальный чувак, всё. Или оценить, да, как вот по твоему методу. Первый круг, ну максимум, может быть, второй круг общения. Да, я слышал, что он нормальный. Всё. Президента я ни разу не видел в глазах. Когда я нахожусь, допустим, мне принятие решения как отец, да, и, ну, школу строить или не строить, я нахожусь в другом сообществе и принимаю решение от этого. Будешь интересы защищать от этого сообщества. Понятно. Ну, как бы выражать своё мнение по данному вопросу. Вот. Таким образом складывается дальше, ну, выше-выше-выше, и адекватно принять решение развития территории, например, комплекса, могут те люди, которые, как бы, выбраны на эту роль. Ну, как адекватно, опять же. Неадекватно. Как бы других систем я пока не знаю. Надо искать. То, что можно электронно... Вот смотри, есть, короче, у Кудрина проходила конференция, недавно я так там, правда, не присутствовала, гражданских инициатив, он возглавляет же вот это, скажем так, движение, движение. А при Национальном финансовом институте, при Минфине, слышал, да, такое есть? Значит, там есть отдельное направление, они занимаются инициативным бюджетированием. То есть, а есть Всемирный банк, у которого проект по этому случаю, значит, они впаривают с губернатором настройку принятия решений на коллективную, на уровне они говорят, ну, как бы проведем, дадим методику, у них есть самая методика, и вот они будут рубль вкладывать сами жители местные, вы им там датировать там два, федералы будут добавлять там пять, и они будут себе строить, что они решат именно. А технологию и методику принятия этих коллективных решений они им, соответственно, продают. Всемирный банк и еще один интересный европейский институт в Питере есть, они как раз вот этими вещами пытаются положить на программный код, короче, вот эти вот алгоритмы все, которые... Очень хорошо. Там уже остановилось? 26.40. Значит, уже остановилось. Да, выключай. 27 минут там. Плюс-минус чуть-чуть. И он тебя автоматически выкладывает штрафовую? Нет, я потом. Значит, возвращаемся к нашим баранам. Принятие решений. Вот абсолютно правильно сказал то, что как бы есть пудриные там, не знаю, в общем, люди, которые понимают, как оно должно быть устроено и предлагают инициативу, предлагают решения. Ну, они ищут тоже такие же возможности для принятия коллективных решений, в том числе используют технологии. Разные технологии, но у них есть понимание, как оно работает. Когда это начинают пытаться внедрить в регион, губернатором, да, и там ниже пошло, оно там растворяется, непробиваемая стена. Ну, есть молодые там финансисты, замминистра, они прямо говорят, ну, давайте будем с этим, в униципалитетном работать с этим. И при каждом порядке, типа, давайте, делайте. Система, как бы, пытается снизу взять эту инициативу и поддержать ее. Ну, частично, да, это не всегда. Я наблюдаю такую картину. Есть движение снизу, некоторые инициативные, то есть не все, но там сколько-то инициативных граждан говорят, нам нужна такая. Есть движение сверху, говорят, да вот же все, ну, как бы, давайте берем. Есть такая жирная, простойка. Это понятно. Промежуточная, которая инертная, она сопротивляется там, типа, снизу. Естественно, это все надо переформатировать. Я и говорю, что надо, на самом деле, строить систему, ну, отличную от привычной нам демократии, да, хищной, или там структуры, которая вот эти, или автоматизировать чиновников просто. Во! Да. Ну, то есть это... Подошел. Да, вот. Да, вот, это не просто так. Дело в том, что чиновник – это функция. Функция? Которая беззаконна. Мы говорим о том, что функция, она не принадлежит телу. Функция. Ну, да, да. То есть чиновник – это робот. По идее, это робот-машина. Который выполняет определенную функцию. Если мы заменяем, как бы, биоробота. Тоже президент, тоже функция. Это институт. Президент, по сути, да. А вот аппарат, принимающий решения, там уже по-другому. Вот. В общем, мы можем это сделать. Понятно, что это не сейчас, там, не за год, не за 10 лет. Ну, по крайней мере, это все важно. Но это будет реализовано. Останется, скорее всего, некоторое ядро такой корпорации, которая принимает решения. Вот, там, в муру сидят очень умные люди, да, они все понимают. И они транслируют это в мир. Дальше сидят программисты, которые это все программируют. Дальше сидят тестеры и кодеры. Сейчас оно, в принципе, так и работает. Только в качестве машин и механизмов человеческие тела. Да. И человеческие мозги. Оно функционирует, ну, как бы, худо-бедо. Банал. Идеально. Да. Дорого, ну, потому что они болеют, взятки берут, ну, и прочее. Ладно.